Здравствуйте! В эфире программа «По существу» в студии Анастасия Алексеева. Сегодня у нас в гостях человек, который каждый день во всеуслышание заявляет, что он свободный. Его имя в интернете – Freedom, свобода. Но я думаю, сегодня мы будем обращаться к нему по имени невиртуальному Олег Бармин, топ-блогер. Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, Олег, а вы действительно считаете себя свободным человеком? Ну, что такое свобода? Это свобода, наверное, перемещение в пространстве, например. А когда ты хочешь перемещаться в пространстве, тебе нужны деньги. И очень часто немалые. Предположим, полет в Иркутск или Хабаровск может стоить 50 тысяч рублей. По счетам того, что у меня очень популярный блог, то я могу пользоваться этими блогами, можно сказать, бесплатно. То есть посты в обмен на нефть, в обмен на продовольствие. Посты в обмен на разные услуги. Очень часто спрашивают, а сколько ты можешь зарабатывать? Я говорю так, а сколько я не трачу. То есть можно не тратить деньги на разные прелести. Поэтому, ну да, наверное, я свободный. Это правда, что вы начали вести свой ЖЖ, когда у вас фотоаппарат появился? Не совсем так. А как? Вообще я начал ЖЖ вести вот для чего. У меня была достаточно крупная компания в Архангельске. Это был 2008 год. Я обанкротился. А в 2009 году местные журналисты рассказывали про меня всякие гадости. Я часть прочитал, понял, что основная масса – это вранье. И мне нужно… Я хотел написать свою историю, как вот от первого лица. И я не знал, где. Мне друзья сказали, вот есть ЖЖ некий, значит, зарегистрируйся там и напиши. Вот, собственно говоря, я таким образом в ЖЖ и пришел. Я написал эту историю. Я не знал, что я умею писать. То есть я просто сел и вот, как это называется, с своими розовыми соплями, да, взял просто и писал вот так вот без остановки, там, 10 часов. Потом отправил своему другу. Он сказал, очень читабельное чтиво. Он был журналист, он и есть журналист. Он поправил просто, ну, потому что я-то совсем тогда писать не умел. Поправил, и мы выложили, отправили ссылки актуальные, потому что был кризис, 2008-2009 год. Очень много компаний банкротилось. И меня в интервью взяли и Russia Today, и Forbes, там, и Forbes, там, про меня целая, там, страничка вышла. Я очень удивился. И в этот момент я понял, что Чукча не читатель, Чукча писатель. То есть я, оказывается, умею писать. И меня читают люди. Ну, получается, что такой, скажем, первый пост, это все-таки было что-то личное переживание. Вот сегодня ваш LiveJournal – это все-таки личный дневник, какая-то рабочая площадка? Или, может быть, ну, что это? Средство массовой информации? Это некий микс. С одной стороны, я как Акын. То есть я вот что увидел, то и написал. Ну, это говорит, 6 постов в день. Очень часто просто я встречаю на улице какую-нибудь глупость. Да, я не откладываю там, чтобы собрать их в течение недели, этих там, 20 глупостей, там, и выложить какая-нибудь рекламу, ну, просто маразматическую. Я просто сразу фотографирую, сразу выкладываю. Ну, и все. И в результате получается, что это вот что-то то, что я вижу постоянно. Потом утром у меня начинается с чего? Я открываю несколько ресурсов. Там, ленту в Фейсбуке, ленту в ЖЖ, там, главную ЖЖ, какое-то количество СМИ и читаю, да, что мне нравится. Я делаю выборку определенную. Например, одна тема мне больше всего понравилась. Все, соответственно, я беру и выкладываю уже, а, для себя, чтобы потом я мог найти, если мне захочется. Б, ну, если люди меня читают, им, наверное, интересно мое мнение или просто что я читаю. Получается, что что-то про экономику, там, политику, не политику, а вот политическую ситуацию, там, в мире, да. Вот, я выкладываю один пост. Утром, может быть, там, три раза в неделю, предположим, вот такая выборка, да, чтивая это называют. Вот, потом я, наверное, один из немногих, кто использует ЖЖ для бизнеса. То есть, например, нужно собрать блок-тур. Обычно как это делают? Обзвонили всех. Вася, Петя, Маша, Даша. Поедете, все, поедем. Я говорю, не так. Ребят, блок-тур туда. Все в блоге пишу. Может быть, вы видели, вот я в Туи, да, в Черногорию народ собираю. Есть 15 мест. Значит, критерии должны быть такие-то, 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 такие-то. Значит, пишем заявки. То есть, вот три таких, скажем, наверное, направления. Вот сегодня очень часто можно услышать, там, ты проплаченный блогер. Ну, в общем-то, монетизация в блоге, это стало совершенно обычным делом. Вот вы как бизнесмен еще скажите, инвестировать в блог, это прибыльно? Лучше проекты придумывать. Ну, то есть, достаточно большие. Я как-то летел из Красноярска в Новосибирск. Нет, из Иркутска через Красноярск. Красноярске просто был транзитный рейс, аэропорт. Вот, и посетил туалет, туалет, да, значит, увидел там ужас, написал об этом. Мне через два дня позвонил зам директора аэропорта, губернатор увидел, мэр увидел. Все там вычистили, все вылезли языком, все, значит, все прекрасно. Я эту историю рассказал на конференции на большой авиа, на которой были, ну, практически все авиакомпании, которые летают в Россию и по России. И аэропорты крупные, миллионники. К ним пришла компания, говорит, слушай, нам очень интересно, давай сделаем вместе с тобой свой проект. Прочекаем все аэропорты России. Ты все равно летаешь постоянно, да? Вот, как выглядит аэропорт. Значит, есть у него рукав, нет рукава. Какой персонал? Светло, не светло? Там, та-та-та-та-та-та-та. Я в прошлый год полностью все аэропорты, в которых я был, чекал. И за это получал билеты на самолет. То есть, мне выделили 120 билетов на самолет, а я плюс один. Вот, то есть, это хорошая валюта, да, билет. То есть, это не деньги, да, но, опять же, я бы мог в любом направлении полететь, куда захотелось, с кем угодно. У одного из наших местных блогеров, чебоксарских, я недавно прочитала такую фразу, как авторство, это цитата, авторство принадлежит Ивану Бунину, что человека делают счастливым три вещи. Это любовь, это интересная работа и возможность путешествовать. Вот, как бы, про первое, второе мы сейчас забудем. Вот, с третьим у вас, видимо, прям вообще все гладко складывается. У меня стремятся все гладко и прекрасно. Я со своей девушкой познакомился через ЖЖ. Она жила в Англии, в Ноттингеме. Я написал пост два года назад, летом, значит, пятницу вечером. И у меня вдруг появляется какая-то аватарка красивая. Думаю, зайду, посмотрю. Вот, девушка такая симпатичная. А в ЖЖ есть такая кнопка, случайный блок. Она сидела, от нечего делать, нажимала кнопку, случайный блок, случайный блок. И попала ко мне в блок. И мы общались с ней год. Потом я ей в Англию отправил цветы. Мой друг там, значит, его смучился, страдал, значит, из Москвы, Лондон. Потом еще одного уговорил, что Дэн Ноттингем довез. А теперь она переехала в Россию. И вот мы с ней встречаемся, и все чудесно и прекрасно. Она русская? Она русская, да. Когда-нибудь подводили статистику, сколько городов, стран вы посетили за все время? Нет, наверное, не подводил. Ну, городов, наверное, так. Я провел за полтора года более тысячи встреч. Ну, грубо говоря, прилетел, пошел на телевидение, пошел на радио, встретился с блогерами, встретился с журналистами и выступил у студентов. Это может быть один день. То есть вот пять встреч, предположим, да. Я сегодня здесь, вечером я улетаю в Москву, в Москве в аэропорту я переночу, я лечу в Краснодар, да. То есть вот при этом городов было, то есть командировок было, наверное, ну, наверное, 150 примерно. Они были разные, то есть самолетом, поездом, на машине, бывало сразу в несколько городов разом и так далее. Но это все было в основном, это была Россия, Беларусь, Украина. Вот я когда была маленькой, мне всегда казалось, что это у меня в городе стоят только там серые коробки домов, а в других там либо замки, либо дворцы, либо хибарки какие-то. А потом оказалось, когда я стала тоже посещать другие города, что, собственно, они почти все похожи друг на друга. Они действительно одинаковые? В основной своей массе, к сожалению, да. Но у меня есть такой, скажем, свой топ городов, который мне нравится после того, как я посетил. Ну, можно ранжировать по-разному, но один из самых красивых городов – это Грозный. Вот он просто невероятно красивый и чистый. Хабаровск, Калининград, Белгород и, наверное, Казань. Это вот пять городов, в которые нужно обязательно съездить. В Чебоксарах вы в первый раз уже что-то заметите. Да, я приехал вечером, только делами занимался, еще ничего рассмотреть не успел. Вот сегодня у меня будет где-то часа полтора времени, я просто по городу прокачусь, посмотрю. Что должно произойти в Чебоксарах, чтобы вы переехали сюда жить? Вам, наверное, сложно понять, я так понимаю, вы 25-й? Я из Архангельска. Сам родом из города Северодвинска, в котором 180 тысяч населения. Что должно произойти? Ну, не знаю, я бы, например, возможно, я бы сюда переехал, если бы я влюбился здесь в какую-нибудь девушку. Ну, пока не вариант. Ну, да, уже не вариант, да. Не знаю, я делаю в том, что мне очень скучно на одном месте. Мне даже в Москве скучно, если я в Москве нахожусь на одном месте. Почему я мотаюсь по стороне? Меня никто не заставляет это делать. Я получаю это удовольствие, я увижусь с разными людьми. В основном в Москве, ну, в Москве огромное количество снобов, да, от которых меня просто тошнит. Вот, поэтому, когда ты приезжаешь в любой город России, как правило, у тебя душа отдыхает и поет. Вот, поэтому я с удовольствием везде езжу. И я считаю, что люди, которые добились успеха, они должны делиться информацией с другими. Спасибо вам огромное за беседу. К сожалению, время быстро подходит к концу. Хотелось бы общаться дольше и дольше. Это была программа «По существу». Олег Бармин у нас в гостях. И до новых встреч. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»